Добро пожаловать на лучший канал про кино Тип-Топ! И в этот раз мы подготовили для вас топ из 15 свежих лучших фильмов для подростков про школу, любовь и дружбу. Без лишних слов нажми лайк, ведь это займет всего лишь 5 секунд, а мне будет очень приятно. И обязательно подпишись на канал. Приятного просмотра! А ты в курсе, что любой ученик в России может перевестись на дистанционное образование без всяких справок? Не перематывай, сейчас я тебе дам полезную информацию. Думаю. Плюс в онлайн-обучении объяснять не нужно. Ты не привязан к месту и можешь обучаться в школе из любой точки мира, при этом ты получишь аттестат, гособразца, как и все. С ним ты сможешь поступить в любой университет. Не имеет значения и твое гражданство. Право на дистанционное обучение имеет каждый человек. Представляю вам онлайн-школу «Интернет-урок». Это полностью отлаженная система, работающая на протяжении 5 лет. И это совсем не похоже на то, что было в школах этой весной из-за пандемии. В онлайн-школе «Интернет-урок» каждый процесс отлажен, да и сама школа имеет тысячи довольных выпускников. Просто представь, ты сможешь сам планировать свое время. Смотри, как выглядит личный кабинет ученика. Хочешь попробовать дистанционное обучение бесплатно? Тогда переходи по ссылке из описания и получи 7 дней для ознакомления сервисом. За это время ты сможешь сделать для себя необходимые выводы. Расскажи о такой возможности обучения своим родителям и обсуди переход на современный подход к образованию. Не откладывай это дело на завтра. Самое время изменить свою жизнь прямо сейчас, ведь уже через пару недель начинается учебный год. А мы переходим к ролику. Приятного просмотра! 15 место. Матиас и Максим. Компания беспечных друзей проводит время, как любые 12-летние. Устраивают вечеринки, дурачатся, спорят, танцуют до упаду. Все меняют съемки короткометражного фильма, в котором двоим из них предстоит поцеловаться. Это переворачивает представление героев о мире, собственной жизни и вызывает водоворот непредсказуемых событий. Невыносимо думать, что выстроенный нами с детства мир, наша дружба, компания, наши посиделки. Все это может рухнуть к черту из-за одной единственной глупости. 14 место. Тайная жизнь Чирлидерш. В центре события Ева. Новенькая в школе, которая занимается танцами и хочет стать Чирлидершей, чтобы получить стипендию. Совершенно обычная девушка, которая успела обрести фанатов своего творчества, что так стала раздражать капитана Чирлидершу Катрину. Катрина – избалованная звезда школы. Такое самомнение из-за того, что она выигрывает со своей командой на соревнованиях. Представляю вам нашего потрясающего капитана Катрина Смит. 12 место. Дождливый день в Нью-Йорке. Он из состоятельной семьи Нью-Йорка. Она из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене, юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы. Ты так и будешь рот закрывать? У меня девушка, Чин, слушай, я не могу. Сцена 19, дубль 2. Мотор. 11 место. Никогда не возвращайтесь. Анжела и Джесси – лучшие подруги, мечтающие сбежать на пляж, вместо того, чтобы работать очередную смену официантками в грязной техасской забегаловке. Но каждая попытка вырваться на свободу заканчивается неудачей из-за неутомимой привычки девушек находить приключения на свои пятые точки. Кому пора на пляж? Нам пора на пляж. Так на вечеринке у вас не будет? С бодуна на работу нельзя. Да, мы, чтоб с утра были здесь. Чисто поздороваться заскочим. Десятое место. Подсобка дьявола. Стэн рано лишился родителей и теперь живет с грубым дедом, который только и делает, что пьет и кричит на внука. В школе парню вместе с другом-домером постоянно приходится отбиваться от хулиганов, так что жизнь ребят нельзя назвать увлекательной. Однажды Стэн в собственном сарае для инструментов обнаруживает злобное существо. Платоядное порождение ночи. И с этого момента жизнь парня осложняется еще сильнее. Я должен тебе кое-что сказать. Там в сарае кто-то есть. Ну все, засранец, тебе конец. Девятое место. Адам. Адам. Человек, страдающий синдромом Аспергера. Одной из фобий аутизма. Общению с людьми он предпочитает исследование любимого им космоса. Несмотря на это, Адам страстно желает найти родную душу, которую всегда могла бы понять или выслушать. Ситуация в корне меняется, когда его новой соседкой становится Бет. Восьмое место. Школьные секреты. Вайолет вместе с мамой переезжает из города в предместе. Переезд означает переход в новую школу. Не только дети, но и преподаватели демонстрируют свою неприязнь к девушке. Но Вайолет с ее язвительностью, остроумием и острым чувством социальной справедливости решает все взять в свои руки. И начинает вместе с подругой Корнелии с выпускной школьной газеты. В газете они раскрывают тайны популярных детей школы. Но по ошибке Вайолет выдает такую информацию и о самой себе. Теперь она понимает, что перо ранит больнее меча. И надо лечить глубокие раны, которые она сама растравила. Седьмое место. Мальчик-гений. В центре сюжета комедийной ленты окажется простой мальчик подросткового возраста. Ему предстоит повзрослеть раньше времени ввиду сложившихся обстоятельств. Проблемы наблюдаются по всем фронтам. Ребенку предстоит постараться сохранить свою семью. Но чтобы добиться этого, для начала нужно разобраться с происшествием в школе, которое всполошило общественность. Шестое место. Дикая молодость. Шесть молодых ребят собственными руками губят свои жизни самыми невероятными и глупыми способами. Наркотики, алкоголь, тусовки. Ребята прожигают жизнь, не задумываясь о будущем, какой же конец будет у этой истории. Пятое место. Шестнадцать желаний. Эбби Дженсен планировала свое шестнадцатилетие с того момента, как она была маленькой девочкой. Когда наступает этот день, она добавляет последнее желание в свой список. К ее удивлению, она получает коробку с шестнадцатью праздничными свечами, каждый из которых соответствует номеру ее желаний в списке. Как ее желания исполняются, ее день становится все лучше и лучше, пока она не загадает желание, изменившее все, и поможет себе понять, что быть ребенком не так уж плохо. Четвертое место. Хорошие мальчики. История троих друзей-шестиклассников, планирующих посетить крутую вечеринку. Но прежде они должны хорошенько подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Так начинается безумное путешествие в долине Сан-Фернандо, в котором надо вернуть наркотики, украсть пиво и починить сломанного дрона. Все это нужно сделать, пока родители не вернулись домой. Да он, блин, даже не целовался, просто лизал ей анус. Хочешь целовать анус, Макс? Нет. Третье место. Оторва. Шестнадцатилетняя Помпи Мур, избалованная самовлюбленная девочка, живущая в Лос-Анджелесе. Когда очередная вечеринка завершается скандалом, отец отправляет Поппи в английскую школу, чтобы привести дочь в чувство. Девушка рвется на свободу и делает все, чтобы ее исключили, но учителям не так-то просто противостоять британским школьницам. Наконец, Поппи становится ясно, что плохое поведение ей не поможет, и вместе с новыми подругами она разрабатывает идеальный план побега. Но именно благодаря этому плану она понимает, что, возможно, хочет остаться. Второе место. Мятежницы. События фантастической киноленты развернутся в 1995 году. Это параллельная реальность, где мир людей страдает от серьезной болезни. Никто не может понять, что за эпидемия распространилась со скоростью света по месту обитания человечества. Ученые боролись за то, чтобы найти вакцину, но все их старания не принесли должного результата. Очень странно и то, что от недуга умирают исключительно взрослые люди. Уже вскоре удалось в живых остаться только подросткам. На фоне последних событий с коронавирусом фильм точно является актуальным. Первое место. Ножи и кожа. Действие разворачивается на территории тихого провинциального городка в глубинке Соединенных Штатов. Каролайн Харпер – бойкая, общительная и энергичная старшеклассница, обладательница привлекательной внешности и спокойного характера. Она умна и эрудирована, отличается примерным поведением и амбициозностью. С ранних лет для нее не существует грез и бессмысленных мечтаний о несбыточном. Есть только цели, которые необходимо добиться любыми способами. После болезненного и даже скандального разрыва с бойфрендом школьница неожиданно пропадает. Обеспокоенные родители, не имеющие представления о том, куда могла отправиться дочь в минуты эмоционального стресса, безрезультатно опрашивают одноклассников и близких друзей пропавшей, а после обращаются в полицию. Полицейское расследование поначалу тоже не дает никаких весомых результатов и заходит в тупик. Детективы повторяют путь матери и отца девочки, задавая однотипные вопросы ее знакомым. Сюжет раскрывает же зрителям чуть больше подробностей, чем удается выяснить следствие, наглядно демонстрируя, как меняется жизнь горожан каким-то образом причастных к случившемуся. А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название фильмов, которые ты посоветуешь к просмотру в комментарии. За самый интересный фильм я отправлю случайному зрителю тысячу рублей на банковскую карту. Пожалуйста, оставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, ведь я очень старался. И не забывай про онлайн-школу «Интернет-урок». Ссылка на 7 дней бесплатного доступа находится под видео. Смотрите только хорошие фильмы, а я посмотрю плохие. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok